Переселение граждан из аварийного жилья стало главной темой встречи главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чувашии. Подробности у Ольги Пырочкиной. Строгость наших законов смягчается необязательностью их исполнения. Известное выражение, которое приписывают Салтыкову Щедрину, в современной России актуальности не потеряло. Выявлять нарушение законодательства и недоработку чиновников – одна из основных задач Общероссийского народного фронта. Главные наши вопросы в сфере нашей деятельности – это вопросы здравоохранения, капитального ремонта, рассерения аварийного жилья, проблемы теплоэнергетической сферы, жилищно-коммунального хозяйства в целом и повышение информационности, открытости, госзакупов. Сейчас особое внимание. Фронтовики всех региональных отделений уделяют программе переселения граждан из аварийного жилья. Тема важная. Я могу сказать, что нам, по крайней мере, представляют, что у нас в республике она имеет определенный хороший оборот исполнения этой программы. По сравнению с там, где у нас недавно коми показывали, да, таких вот призраков домов, как в Иркутской области тоже показывали, когда дом сдан, его вообще природнят. У нас таких моментов нет, естественно. Вот. И есть определенные были выявлены недочеты. К примеру, печально известный дом в Чебоксарах по адресу улицы Дементьева 2. Летом 2015 года туда переселили жители аварийного дома. Сразу после сдачи здание в эксплуатацию просело и обрушилась входная группа одного из подъездов, а в подвале стала скапливаться вода. И это только часть проблем, которые до сих пор до конца не устранены. Кроме того, активисты обнаружили в ряде районов ветхие дома, которые по тем или иным причинам не попали в программу по расселению. Вот одним из наших предложений в этом плане было, ну, я понимаю, что оно не так легко реализуемо, и похоже, что, как мы предлагаем, вряд ли оно реализуется. Это часть того, чтобы включить вот эти, в ходе, значит, наших предложений, включить их в ту программу 13-17. Но, очевидно, это не получится. Поэтому, может быть, не может быть, а распоряжение правительства 1741 2013 года предусматривает формирование вот этих домов, которые являются аварийными, не вошли в ту программу, значит, включить в другую программу. Мы, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, представили дополнительные дома. Понятно, ситуации сегодняшние не позволят дополнительные средства найти даже в федеральном бюджете. Даже по аварийным домам, которые на сегодняшний день мы торги осуществляем, строителей по ценам не могут укладываться. Понятно, строительный материал тоже поделит рожда, и в итоге тоже вопросы есть. Хотя мы в 2017 году практически выполним свои обязательства, которые включены все на 1 января 2019 года. 5 миллиардов 100 миллионов рублей цена вопроса, 13 тысяч человек, 5 тысяч где-то 100 семей. На встрече говорили также о реализации программы капитального ремонта «Земский доктор» целевом обучении студентов. Такой диалог важен для обеих сторон. Обозначаются проблемы, находятся в пути их решения. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика.